Привет студентам! Всем тем, кто пытается разобрать свой почерк конспектов. И тем, кто ходит в университет с изящной сумочкой, а в другой руке тащит пакет с учебниками. Это программа «Альма-Матер» и мы, Михаил Коробицкий и Анна Аксёнова. И вот о чём вы узнаете в ближайшие 15 минут. Обливание водой, селфи, фото на память. Благотворительность может быть интересной. Студенты университета продовольствия в этом убедили. Работа в удовольствие. Выпускники Могилёвского медицинского колледжа вышли на свои первые рабочие места. Какая она? Жизнь общажная. Первокурсники справили новоселье. Старожилы приняли как родных. Так, 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 ты что это, селфи со мной решил сделать? Больно надо, я вон интернет ловлю. А вот в Могилёвском университете продовольствия студенты делают селфи массово и каждую пятницу. Ну-ка, подробнее. Теперь фото на телефон – это ещё и повод поучаствовать в благотворительной акции. Ну, не тяни, не томи. Как надо себя сфоткать и кому это поможет? Вот любопытный. Дальше ничего рассказывать не буду. Сам всё увидишь. Обливание водой, селфи, фото на память. Всю эту часть благотворительной акции «Построим детский хоспис вместе». Весь сентябрь она проходит в Могилёвском университете продовольствия. Участвуют в ней 60 волонтёров и сотни студентов. Ребята-первокурсники получают вот такие вот письма с трогательными пожеланиями от маленьких пациентов этого детского хосписа. Откликнулось весьма много ребят. И уже за первый день, за пару часов работы этой акции мы собрали более миллиона. Всё-таки благотворительность – это не скучно. Это нужно. Но только нужно найти подход правильный к молодёжи. Ещё один способ помочь в строительстве белорусского детского хосписа – принять участие в акции «Айс Баки Челлендж». Поначалу она создавалась в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом. Её участники либо жертвуют 100 долларов, либо 10 долларов, плюс обливаются ледяной водой и передают эстафету другим. Как все уже присоединились десятки звёзд мировой величины, среди которых Билл Гейтс, Джастин Тимберлейк, Леди Гага и Дженнифер Лопес. В Могилёвском университете продовольствия студенты затеяли похожую эстафету. Суть данной компании заключается в том, что нужно перечислить деньги для строительства детского хосписа, что я уже и сделал до обливания водой. Конечно же, очень многие люди делали пожертвования. Суммы варьировались и колебались в разных количествах от 100 тысяч до 10 тысяч. Сейчас я буду обливаться холодной водой, тем самым бросив вызов трём пятикурсникам. Надеюсь, что они тоже присоединятся к данной акции. Я передаю эстафету Дмитрию Павловичу, Андрею Наймуменко и Сергею Колосовскому. Поддержите строение детского хосписа. А ещё в университете подовольствия каждую пятницу для студентов работают площадки для селфи. Ребята фотографируются с ростовыми фигурами актёров, звёзд эстрады и персонажами мультфильмов. А после селфи делают благотворительные взносы. В УЗИ говорят, на такие акции студенты приходят сами, когда видят, что помогать не только полезно, но и интересно. Все-таки я всегда знала, что самые отзывчивые люди – это студенты. А теперь ещё и самые мокрые. Ты посмотри, готовы абсолютно на всё. А сам бы так смог в холодненькой водичке взбодриться? Если что, закаляюсь и без всякого повода. А вот детям помочь всегда и с радостью. Интересно, много ли среди студентов-альтруистов? Пойди, узнай. Да не вопрос. Одна нога здесь, вторая возле универа. Не стоит надеяться на тех, кто в ответ на вашу просьбу обещает подумать. Мы поинтересовались у студентов, в каких случаях они, недолго думая, отзывались и помогали. Ну да, например, в университете мы от Барсэма участвовали в акции, помогали детскому дому собирать разные игрушки, вещи. Мы помогали ветеранам войны. Мы перечисляли средства на детские дома. То есть у нас зарплаты вычисляли, и мы сами давали. Часто проводите такие мероприятия? Раз в год. Допустим, я китаец. Мы собираем всех китаецов, помогаем. Допустим, в прошлом году два человека закончили свою учебу, остались одежды. Они все подарили церковь. Нуждающим. Да. Финансовые, допустим, в прошлом году, когда мы учились, говорили, что у кого-то ребенок заболел, нужно деньги собирать. Потом мы с каждого китаеца были 200 долларов. Собрали и дали. Конечно. Я состою в волонтерском клубе в нашем университете. Мы ездим в Султановку, там детский дом. Мы помогаем детям, рисуем арт-вокации. Деткам нравится? Очень нравится. Они очень хорошие. Я в свое время работала в доме ребенка в нашем Могилевском. Ну, соответственно, помогали деткам. То есть приходилось ежедневно это делать? Да. Ну и, соответственно, и сейчас работаю в банке, тоже мы стараемся помогать людям. Собираем деньги для разных акций в детские дома, школьные принадлежности. У нас определенная группа ездит, возит. Ну, стараемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и, честно говоря, не ожидал, что столько студентов участвуют в благотворительности. Буквально каждый, к кому я подошел. Есть студенты, для которых оказывать помощь – профессиональный долг. Догадался, о ком я? Подожди. Оказывать помощь, скорая помощь – это, наверное, про студентов-медиков. Точку. И отзывчивость их проверяется не столько во время учебы, сколько во время работы. Совсем недавно выпускники Могилевского медицинского колледжа вышли на свои первые рабочие места. Как справляются те, чья профессия – жизни спасать? Альма-Матер примерила белый халат. Кристина Прокопенко, несмотря на свой юный возраст и статус молодого специалиста в Могилевском роддоме, уже свой человек. Выпустившись после распределения из Могилевского медицинского колледжа, просим заметить с дипломом с отличием, девушка получила возможность выбрать место работы. Да так и осталась в Могилеве. Ой, коллектив очень помог. Изначально, когда я пришла, за мной закрепили наставника, мне помогали, рассказывали, объясняли все. Но помимо этого я знала, что я могла подойти к любому сотруднику в коллективе и задать вопросы. Мне могли ответить, помочь, и проблем никаких не было. И я хочу сказать спасибо большое коллективу за то, что он такой дружелюбный и принял меня. Коллега Кристины по колледжу Мария Ивановна работает фармацевтом в Центральной аптеке Могилева. Девушка проходила здесь практику и сюда же попала после получения диплома. Сына была здесь на практике, поэтому, когда пришла сюда студенткой, вот, знаете, не было такого там, идти с студенткой, где отсюда нет. От нас вот, ну, все, и коллектив, и начальство отнеслось очень хорошо. Все вот советуют, рассказывают, показывают, говорят, ну, где можно совершать вот ошибки, да, указывают на них вот эти ошибки, их вот, ну, не стоит там, предостерегают. На медиков, как и на других молодых специалистов, на предприятиях и в районах выстраиваются в очереди. Поэтому фраза «Госзаказ» в определенном смысле применима и в образовании. Приказом Министерства здравоохранения в этом году увеличен целевой набор. То есть увеличен до 60%. То есть если в предыдущем году было до 20%, то в этом году до 60%. И заказ государства или поставленная задача государства мы выполнили на 100%. Но главное, считает в колледже, чтобы работа нравилась. И у наших героинь с этим проблем точно нет. У меня как бы никогда не возникало проблем с будущими мамами. Я всегда стараюсь найти с ними разговор, как-то поддержать, потому что сама понимаю прекрасно, что у них такое положение, ответственность, они сами все волнуются. И это замечательно. Когда на свет появляется молодой ребеночек, это вообще малыш, это замечательно. Сколько детей ты планируешь? Ну, как минимум трое. Я на самом деле вот прям чувствую, что я делаю людям добро. Они выздоравливают от наших лекарств, и поэтому это частичка добра какая-то в мир приходит же все-таки. Благодарность от них какую-то или ответную реакцию получаете? Да, достаточно часто вот люди говорят, большое вам спасибо, или вот мы приходили в вашу аптеку, и нам здесь помогли, мы пришли к вам заново. Это тоже очень, ну, важный, важный отзыв такой. А что до рабочих мест, то они всегда найдутся. Где есть люди, там везде надо медицинские работники, везде надо специалисты. То есть молодые специалисты для того, чтобы получить жилье, всегда выбирают. То есть на районах более реальнее получить жилье, чем в городе, допустим, в городе Могилеве. Поэтому в данном случае на районах ребята, ну, может быть, не всегда совпадают желания, да, но тем не менее они понимают, какую специальность они выбрали, и они понимают, что они там нужны. Студенческая народная мудрость гласит. Кто жил в общежитии, тот выживет где угодно. Древняя какая-то мудрость. Современные общежития вполне себе уютные и домашние. Кстати, знаешь, как гадают девушки в общежитии? Как? В общем, ставят девушке жарить картошку на нескольких сковородках. Из чьей сковородки парни картошку съедят, так к ним и идёт в комнату знакомиться и ругаться. Вот оно как. Значит, на живца ловите. Потому что на 10 девчонок по статистике сам знаешь что. Какая она жизнь общажная, Альма Матер узнала. В общежитии номер один Могилёвского университета имени Кулешова справляют новоселье. Первокурсники и ребята постарше собрались за постуденчески скромным праздничным столом, чтобы познакомиться и расположить новичков. Ну, первокурсники вот пришли, они ничего не знают. Мы показывали в местах наших, где душ находится, где всё-всё-всё показали. И ребята, вот ловцы, как сказать, они вот торт привезли, а мы с девчонками чай готовили и сумсу, наше национальное блюдо готовили. Чай Питя из разговоров плавно переходит в музыкальный баттл. Рэп бойс-бэнда против русских народных девичьих песен. Клацая на плюс, выводя басы на максимум с теми, кто дорог на пути много разных дорог. Это всего лишь пролог, эпилос быть впереди. Лучше послушай, как мы читаем под эти биты наши стихи. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Эй! Эй! Давай так! Красота! Победила дружба. И после застолья ребята разглядываются по комнатам. А съемочная группа «Альма Матер» направилась на запах, святую святых, кухню общежития. Студенты из Индии как раз готовят обед. Я люблю жить в общежитии. Люблю готовить. Уже привык к белорусским продуктам – картошке, луку, капусте. В это время этажом выше доносятся запахи туркменской кухни. Ку-ку! Девчонки! Ку-ку! Девчонки! Короче, я готовила такую вкуснятину. Горячая самса разлетается еще на пути к комнате. Спасибо. Ну вот, такое у нас бывает. На здоровье. Мы так кушаем друг к другу. Мы как одна семья, поэтому они учат меня. Драники ваши, блины. Вот очень вкуснятина. Чем отличается кухня дома и в общаге? Дома, когда готовишься, забудешь, что там поставили на плите, оно сгорит. А здесь может там соседка подойти, да вообще кто угодно будет на кухне, подойдет, перевернет и все в порядке. Взаимовыручка – первое правило жизни общажной. Поделиться косметикой или подобрать наряд соседке – дело обычное. Ну а если чего-то нету, то обязательно помогут с выбором, либо могут отдал жить. Заглянем в гости к лучшему другу студента. Холодильник. Здесь и сосиски, и фрукты. Все передачи из дома. Ну и, конечно же, что самое главное – это тушенка. Она на все случаи жизни, без нее никуда. И макароны, и картошка, и все остальное. Первокурсницы Юля и Аня в общежитии освоились быстро. Подружились еще при заселении. Здесь очень весело. Даже когда начинаешь петь какие-нибудь песни, там в соседней комнате нам подпевают. Вот идешь до умывальника, да, вот познакомишься, можешь попасть на день рождения кому-то, сшибаешься дверью, заходишь, там уже вот много знакомых, но так что весело. Ну а первый, с кем стоит наладить отношения первокурсникам – это комендант. Валентина Николаевна все уловки студентов знает наизусть. Студенты – народ хитрый. Особенно, когда провинились и идут с опозданием. Тогда они знают, как им надо пройти, как у меня уговорить, как ко мне подвязаться, скажу так. То они в кино задержались, был последний сеанс. То они идут с автобуса, приехали из дома, то опоздал поезд. Ну что же делать, надо же пропускать, надо же укладывать детей. Пятикурсница Вероника на новоселье взгрустнула. В общежитии она последний год. Я буду скучать. Буду скучать по друзьям, по общежитию, по всему этому. Ну я счастлива, что я именно попала в это общежитие. Мне кажется, что каждый студент должен пожить в общежитии. Это большая школа жизни. И я уже студентка пятого курса. И вот в этом году мне выпала честь пожить в комнате, где жил раньше президент. Ну это большая честь, мне нравится. Студенческое общежитие – это когда твоя кастрюля всегда занята чужим рисом. Когда тебе, не спрашивая, помогают поедать вкусности. Когда сосед до утра зубрит экзамен, мешая выспаться. Но еще общежитие – это когда не бывает одиноко. Когда тебе, приболевшему, несут лимоны и мед. И когда дома, в уютной квартире, поедая мамины пироги, ловишь себя на мысли, что все-таки скучаешь по своему шумному и любимому общежитию. А на сегодня у нас все увидимся ровно через две недели. Новые истории о студенческой жизни смотрите в «Альма Матер». Всем чао. До встречи на «Беларусь-2».